Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Пятидесятая глава у нас сегодня на очереди. Она небольшая, но важная, как и все другие главы, по своему содержанию. Начинается она такими словами «Так говорит Господь». Это слова пророка. А вот дальше прямая речь самого Господа. Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Когда человек хочет отпустить женщину и освободить ее от брачных уз, он дает ей разводное письмо. Она становится разведенной. Согласно тогдашнему семейному праву, израильскому, еврейскому, инициатива развода принадлежала только мужчине. Только муж мог развестись со своей женой. Жена не имела на это права. Жена не могла написать для мужа разводное письмо. Мог написать только муж. Вот здесь супружеская метафора. Господь — это супруг, а Израиль — это его жена. Так с помощью этих образов описывается взаимоотношение между Богом и его народом. То есть задается вопрос, где это разводное письмо, то есть почему она от меня ушла, почему это она ведет себя как разведенная со мной. Я ей разводного письма не давал, я ей не отпускал ее, я не разводился с нею. Поэтому она должна себя вести как верная жена, верная супруга. Вот эти темы, они очень интересны, они развиваются в пророческой письменности. Впервые так вот супружескую метафору вводит пророк Осия, первые три главы. Первые три главы — это, по сути, развернутая супружеская метафора, где Израиль — это неверная жена, изменяющая с идолами, с другими богами, своему единственному богу, который представлен в образе мужа, который разгневан, который обманут своей неверной женой, который ревнует ее, но который не перестает ее любить. Также книга Иеремии, третья глава, ну и, конечно, книга Езекииля, шестнадцатая глава. Где подробно, детально, порой шокирующими такими деталями описывается поведение Израиля, его жалкое состояние и то благоволение, которое Бог оказывает Израилю, избрав его в себе, в свой народ и, по сути, обручив его себе, словно жену. Вот такой вопрос звучит риторический. Где разводное письмо вашей матери, обращается Господь к израильтянам, здесь и мать, и израильтяне, как бы раздвояется этот образ, раздваивается и мать, и дети ее, это все израильский народ, с которым я отпустил бы ее, да, или которому из моих взаимодавцев я продал вас. Другая, другой образ, другая метафора. То есть никому Господь не продавал свой народ, израильский народ, и не продал их в рабство за какие-то долги. Здесь говорится, что Израиль принадлежит Господу, как жена принадлежит мужу, как рабы принадлежат господину. Не может быть у Израиля других господ, кроме Господа, не может быть у него другого мужа, кроме Бога, как у народа, метафорически. Вот, вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Так все-таки проданы, все-таки отпущены. Но где разводное письмо? Где те взаимодавцы? Удивительная поэзия, кажущаяся противоречия в одном стихе. Но на самом деле Господь остается супругом своей жены, израильского народа. На самом деле рабы Божьи остаются его рабами, и не могут быть рабами вавилонского царя. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Господь всемогущий. Его рука не сократилась. Она по-прежнему яд хазака, зроан эту я. Рука сильная, мышца простертая. Эти образы применяются, когда говорится об исходе израильского народа из Египта. Вот и сейчас эта рука Божья, всемогущая, всесильная, она не сократилась. Господь может этой рукой избавить свой народ, спасти. Его могущество, его сила неизмеримы. Он море может высушить, Аральское. И рыбы дохнут и гниют от недостатка воды, умирают от жажды, и море перестает существовать, Аральское. И другое море также, любое море, он Тихий океан может высушить, если захочет, до дна, до Марианской впадины. Поэтому все эти вопросы, Израиль должен, на все эти вопросы иметь один ответ. Никто, кроме Господа, никто, кроме их Бога, избавить не может их. Вот здесь содержится в этом пророчестве, в этих первых трех стихах 50-й главы, критика по отношению к тем, кто не верит в скорое освобождение из вавилонского плена, из вавилонского рабства. Израильтяне, к сожалению, не верили. Но сама природа призывается в свидетели. «Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их». Природа провозглашает пришествие Бога на суд, объявляет это пришествие. Вот Господь грядет, чтобы судить. И сами небеса, которые облекаются Богом во мрак, и вретище покрывает их, как бы власеница, то есть мрачными, сумрачными становятся небеса. И вот эти знаки, которые в природе, они предвозвещают божественный суд. Дальше, с 4-го стиха до конца 50-й главы, эти стихи с 4-го по 11-й 50-й главы содержат третью песнь раба Господня. В предыдущей главе 49-й была вторая песня, до этого была первая песня. Будет еще последняя, заключительная песнь раба Господня, 52-я, 53-я главы. Вот здесь, в 50-й главе, третья песня раба Господня. Раб Господень — это пророк, который пророчествует. Раб Господень — это израильский народ. И раб Господень — это грядущий избавитель, мащех, помазанник Божий, потомок Давида. Все три представлены в образе раба Господня. Самого приближенного к Богу, самую приближенную к Богу личность, раба Господня. Коллективная личность — Израиль, личность пророка, личность машеха, индивидуальная личность. Все три эти личности представлены здесь в образе раба. Иногда черты одного превалируют, иногда другого. Как и в данном случае в этой третьей песне раба Господня. Раб в ней, как мы увидим, это не столько пророк, сколько мудрец. Мудрец — верный ученик Господа. Читаем эту песню раба Господня. Четвертый стих. Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Раб Господень — это ученик Господа. И сам Господь, Его учитель, Он влагает в уши своего ученика, в уши пророка, в уши Израиля, в уши помазанника. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланитам и поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». В новозаветной экзегезе, в христианской, эти слова будут прилагаться к страстям Христовым, к его добровольным искупительным страданиям. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Не останется в стыде пророк, не останется в стыде Израиль и не останется в стыде Мессия, помазанник Господень, Спаситель. «Близок оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мною, станем вместе, кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». Божественное правосудие свершается над израильским народом и свершается оно над Искупителем, над Помазанником, над Мащехом. Особенно ярко это будет представлено в следующей песне, в заключительной из четырех песней «Раба Господня» в четвертой песне, 53 главе Исаии. «Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Осудили неправедно Мессию. Но Господь помог ему, помог ему преодолеть все до конца. Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Неправедный суд свершился по попущению Божьему над Спасителем, и через это был оправдан и искуплен всякий грешник. «Вот Господь Бог помогает мне». Дальше 10. «Кто из вас боится Господа? Слушается глаза раба его». Надо бояться Господа и слушать глаз его раба, пророка, который пророчествует в своем народе в Израильском, и слушать глаз посланника его, Мащеха. Искупителя. «Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Во мраке без света оказались израильтяне в плену. Свет — это божественное слово, божественное учение, божественная тора. И вот многие оказались неверны божественным заповедям и оказались во мраке. Во мраке суеверия, неверия, во мраке того, что называется идолопоклонством, то есть всякого рода колдовство, ворожба, изготовление кумиров, а также вера в ложных богов и почитание чужих богов. Здесь говорится о грехе Израиля, который погрузился во мрак и в плену там. Плен — это тоже мрак, но мрак — наказание божественного, необходимое для того, чтобы просветиться светом истины. Но кроме того, здесь, по всей видимости, имеются в виду и языческие народы. Они бродят во мраке, они сидят без света. И вот сидящим во тьме Есении Смертной необходимо выйти на свободу. И через божественную весть, через Мессию провозглашается вот это избавление узников. Они выходят из тьмы на свет, Господь слепым дает зрение, глухим дает слух и отпускает измученных, истерзанных узников на свободу. Все эти темы из книги Исаии переходят потом, конечно же, и в Новый Завет, в Евангельскую весть. Евангельское слово. Да утверждаются в Боге Своем, уповают на имя Господа. Если мы будем уповать на имя Господа, если мы будем утверждаться в нашем Боге, тогда свет, тогда тьма сделается светом. Тьма, которая нас окружает, она не в силах победить Божий свет, Божественного света. Тьма не объяла его. Пролог Евангелия Теана. Свет во тьме светит. Вот во тьме изгнания, во тьме плена Вавилонского светил свет. Этот свет, этот светильник, это пророк, который возвещает скорое избавление. Избавление иудейского народа из рабства на свободу, из плены, из изгнания в родную, обетованную землю. И это свет, который просветит всех, все народы. Они не будут больше ходить во мраке. Ну как ходить во мраке? И не споткнуться. Но их путь, истинный, верный, спасительный путь, будет освещаться светом Божественного учения, светом Мащеха, помазанника Господня. Читаем заключительный 11 стих 50 главы Исаии. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Непонятно, о ком конкретно говорит здесь пророк, к кому он обращается, но речь идет, видимо, о врагах, о врагах его народа, о врагах спасения нашего, о тех, кто противостоят, у кого в руках военные орудия, зажигательные, стрелы всякие. Вот они здесь подвергаются прещению и должны будут отправиться в те орудия огненные, вот эти вот, которые они сами приготовили для рабов Господних. И возмездием им будет то, что они от руки Господней умрут той мучительной смертью, которую готовили для других. А избранные Божьи, его народ, навеки будут избавлены от этой погибели, которую готовят враги спасения нашего. Так заканчивается 50-я глава, но продолжается книга Исаии, к 51-й главе мы приступим к чтению 51-й главы, приступим в следующий раз. Запись сделана для библейского портала Икзегет и больше ни для кого. Икзеги икзеги в следующий раз. Продолжение следует...